Монреаль, Стокгольм, Прага. Игрой прославленных советских хоккеистов наслаждалась вся планета. Теперь это делают Красногорск, Одинцово и Видное. Наши жители могли не только воочию наблюдать, как играют олимпийские чемпионы, чемпионы мира, обладатели Кубка Стэнли, но и выйти с ними на один лед у себя во дворе. Матч между легендами хоккея, в их числе Вячеслав Фетисов, Алексей Косатонов, Александр Якушев, Виталий Прохоров и командой из Ленинского округа прошел на хоккейной коробке у 10-й Видновской школы. Именно с побед на самых обычных площадках и начинается большая спортивная карьера. Ведь прежде чем стать чемпионом мира, надо сначала стать чемпионом своего двора. Все те легенды, которые у нас здесь присутствуют, вообще в нашей организации, все на сценарии говорят, с чем. Вот такая серия, ну ладно, не такой, как что льда был, но именно там. Ранее матчи такого масштаба и формата в Московской области не проводились. Сейчас же это стало возможным благодаря серии игр под названием «Выходи во двор». Она проходит по всему региону. Главный успех этого проекта не счет на табло, а та идея, которую заложил губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, чтобы люди занимались спортом по месту жизни. Обыграть легенд любительской команде, конечно, сложно, но это как раз тот самый случай, когда победа, пожалуй, и самое главное. Куда важнее просто сыграть в хоккей с культовыми спортсменами. И это невероятные эмоции. Волнуюсь, конечно. Всю жизнь мечтали поиграть с легендами в хоккее. Это действительно незабываемое впечатление. Это праздник только для любителей спорта, но и для жителей. Я считаю, подобные встречи должны быть регулярные. Массу эмоций подарил матч и зрителям, которые собрались, кстати, не только на трибунах, но и на балконах соседних многоэтажек. После таких ярких спортивных праздников число желающих заниматься хоккеем наверняка станет больше. И в планах администрации муниципалитета увеличит количество подобных площадок. Сумасшедший имеет спрос, отклик у людей. Поэтому мы на следующий год четыре таких катка установим в целом по округу в разных локациях для того, чтобы можно было людям рядом с домом прикинуть каток. В перерывах между основными периодами на лед вышли два состава юных спортсменов ВИДНОВской школы хоккейного мастерства «Реванш». Глядя на чемпионов, 7-летний нападающий Павел Амилаев играл как никогда. И шайбу он забил уже на первых минутах. Каково тебе сегодня выходить на лед вместе с чемпионами? Какого-то. Какая твоя мечта? Стать военных онкеистов. Видное, третий город в Подмосковье, где прошел матч с чемпионами и первый, где мастеров заставили поволноваться. Если раньше легенды хоккея уезжали победителями, до команды Ленинского округа очень постаралась. Итоги встречи 4-4. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Евгений Садовский, Сергей Ларин, Константин Брылов, Елена Кошелева. ВИДНОВ.